Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире». Дополняю данными из википедии и из интернета. Дадона Дадона – оракул Зевса. Дадона – оракул Зевса в Дадоне, это северо-западная Греция, считался наиболее древним из известных греков. Оракул располагался на дубе, а его сообщения толковали по отметинам на листьях, воркованию гнездящихся на дубе голубей, журчанию ближайшего ручейка и стуку, производимому бронзовыми гонгами жриц, именуемых голубками. В Дадоне было найдено более 4000 таблич с предсказаниями, написанных разными алфавитами и датированных примерно с середины VI – началом II века до н.э. Все тексты были написаны на греческом языке и свидетельствуют о более чем тысячи личных именах из разных властей. Они были почти исключительно греческими. При этом негреческие имена, например, фракийские и лирийские, составляли около 1% от общего числа. Гомер в Илиаде. Рисуют жриц примитивными, не отмывающими ног, спящими на земле, возможно, для сохранения контакта с матерью и землей. Все ораклы, будучи изначально хтоническими и догреческими, в дальнейшем трансформировались. Так в Дадоне преобладал Зевс, как Аполлон в Дельф. Престиж Дадоны был подорван Дельфами. И ко времени Страбона, это начало I века н.э., с Ораклум советовались лишь изредка, хотя в некоторых местах, возможно, его значение сохранялось и позднее. Ну вот так вкратце о Дадоне, Оракул Зевс. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...